Приветствую вас, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем говорить о вере. Верующие, неверующие, какие это в сущности отвлеченные слова? Как будто верующий всегда, все время верит, как будто неверующий все время живет своим неверием. Вот в Евангелии отец больного ребенка бросается к Христу со словами «Верую Господи, помоги моему неверию». И в этих словах правды о человеке, глубокой, подлинной правды, больше, чем во всех отвлеченных спорах о вере и неверии. Вот в саду у первосвященника трижды отрекается от Христа апостол Петр. И Христос, вглянув на него, и Петр вспомнил, как обещал он Христу умереть за него. И сказано про него, что он вышел вон и плакал горько. И, наконец, сам Христос в предсмертной муке обращает к Богу эти страшные слова, которые мы слышим в Евангелии от Матфея. «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» И что по сравнению с этими предметами, с этими размышлениями, с этими словами Евангелия могут значить все аргументы, ученые доказательства о Боге или его отсутствии? «Верующий, как нечто само собой разумеющееся, доказывает свою веру. Неверующий так же снисходительно, как само собой разумеющееся, доказывает правду своего неверия. Но верующий, если только он правдив сам с собой, знает, что он слишком часто живет так, как если бы не было бы никакого Бога, так часто в суматохе и шуме жизни, как будто где-то теряет, растрачивает свою веру. А в ином неверующем больше печали о Боге, больше тоски по свету и истине, чем в ином самодовольном фарисеи верующем. Поэтому и так пустые, так беспредметны на последней глубине все споры о вере и неверии, ибо никогда еще и ни в ком не родилась вера от доказательств и аргументов, не родилась даже от чудес». Евангелие полно рассказов о чудесах Христа. Но как же вышло так, что в последнем счете все оставили, все бросили и все предали его? «А вот когда не было никакого чуда, когда всеми брошены он умер на кресте, воскликнул сотник, распинавший его, воистину человек сей Божий Сын». Вспоминается другой библейский рассказ о пророке Ильи, которому сказано было, что он увидит Бога. «И сначала была буря, но не в буре Бог, а потом был огонь, и не в огне Бог. И, наконец, был, как чудесно сказано в Библии, глаз хлада тонко». Это Третья книга Царств, 19 глава, 12 стих. «Глад сладо тонко, и в нем был Бог. Был иными словами тихий голос, дуновение, прикосновение чего-то и кого-то к душе человеческой. Была таинственная встреча, и вот о такой-то вере и говорит все христианство. Вне его суть. Оно не о громе, не о буре, не об огне. И доходит оно по-настоящему только до того, кто может, как опять-таки сказано в Евангелии, кто может вместить, то есть принять таинственные слова, которые мы слышим в Евангелии от Иоанна в 3 главе, 8 стих. «Дух дышит, где хочет». «Кто способен услышать неслыханную весть о царстве небесном, в рабском виде, невозможное благовестие о смиренном Боге». Эти мысли приходят в голову, когда читаешь и слушаешь споры о религии. Чего только не пишут в интернете. Каких только фейков не рождает развращенный человеческий разум. Но с обеих сторон несется хвастовство о своих победах и торжествах, о доказательствах. Сила против силы. Фейки против некой пропаганды или тоже фейков. И самое страшное – ненависть против ненависти. И в конечном итоге так часто зло против зла. Но все христианство утверждает, что злом не разрушишь зла, ненавистью не победить ненависть. Все это – это мир сей, про которым давно сказано, что он во зле лежит. Это слова апостола Павла. И не пора ли, скажите, нам, называющим себя верующими, христианами, именующими себя христианами, я хочу это особо сказать всем нам, братья и сестры. Вспомнить этот сердцевинный парадокс христианства, что побеждает в нем только крест, его непобедимая, непостижимая сила, его единственная красота, его дух, захватывающий глубина. Не пришел Христос спасти нас ни силой, ни внешней победой, но заповедал нам, чтобы мы знали, какого мы духа, чтобы была в нас сила крестная. И вот поразительно, что и сейчас побеждают те, кто силе противостоявляет только правду, ненависти, только любовь и жертву, шуму и грохоту всякой интернет-пропаганды, всех этих страшных фейков, вот тот самый глаз хлада тонко, тишину и свет подлинной веры. И вот над шумом слышен только их голос, во тьме светит только их свет, действительного этого света тьме не объять. Когда Владимир Соловьев написал книгу с парадоксальным заглавием «Оправдание добра», в ней он так ясно показал, что слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро. И когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть и тот же страх. Так вот, мне думается, пришло то время, когда пора, давно пора оправдать добро, и это значит снова поверить в его силу, в его внутреннюю божественную непобедимость, духовно мобилизоваться. Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет и не хлеб, как в легенде о великом инквизиторе Достоевского, а тот ликующий облик добра, любви, надежды, веры, от отсутствия которых задыхается человечество. И только тогда, когда мы в самих себе оправдаем добро и поверим в Него, начнем мы снова побеждать. В пасхальные дни поется в церкви «Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе их живот даровав». Смертью смертью. Ведь до воскресения Христос, самая страшная из всех зол, смерть, разрушение, наполняет добром, любовью, жертвой самоотдачи. Саму смерть Христос наполняет жизнью, и когда разрушает Он смерть, тогда и только тогда наступает светоносное утро воскресения. Тогда и только тогда тем, кто отдают Ему свою земную любовь и идут, ни на что не надеясь, ко гробу, чтобы помазать Его тело, Он говорит это единственное из всех слов «Радуйтесь». И тогда начинается христианство. «Радуйтесь». trochęieren. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...